В прямом эфире студия на телеканале Репортер. Меня зовут Наталья Апаро. И сегодня у нас в гостях глава первичной профсоюзной организации Национального университета Одесская юридическая академия, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Украины Федоров Валентин. Валентин Андреевич, здравствуйте. Юридическая академия сейчас активно готовится к празднованию своего 22-го дня рождения, 22-я годовщина, со дня основания университета. В то же время готовитесь ко дню открытых дверей, который пройдет тоже уже совсем скоро, 16 ноября. Что подготовили интересного для абитуриентов, что включает в себя программа? Знаете, во-первых, хочу начать с того, что день открытых дверей это очень важное мероприятие для нашего университета, которому руководство УЗА для этого, наверное, особое внимание. Почему? Потому что при нашем университете есть лаборатория социологических исследований, которые проводят замеры, часто проводят замеры. И мы давно задались таким вопросом, какой из наиболее таких распространенных рекламных проектов реализовывается. То есть это реклама в СМИ, на радио, в сарафан на радио и так далее. Так вот, один из наиболее таких значимых вещей для абитуриента, для того, чтобы он потом пришел в стены нашего университета, является как раз день открытых дверей. И поэтому каждый день открытых дверей это у нас новый, я бы назвал это новым проектом, он не идет по какому-то одному лишь сценарию, это каждый раз какой-то сюрприз для абитуриентов. Почему? Потому что сегодня мир развивается очень быстро и надо придумывать какие-то эффективные методы для того, чтобы завлечь абитуриента, чтобы он стал именно твоим студентом, студентом именно нашего УЗА. И, конечно, наших абитуриентов 16 ноября мы ждем в стенах нашего университета всех в 11.00. Это будет день открытых дверей. В этот раз, знаете, будут новые проекты какие? Это будут определенные квесты для абитуриентов, это будет и встреча с руководителями структурных подразделений и медуфакультетов. Это, конечно же, и встреча непосредственно с руководством УЗА, с президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым. Это и различные экскурсии, это и возможность сегодняшних школьников попробовать себя и на полиграфии, и в судебных дебатах, и на специальном полигоне, тире. То есть у нас есть специализированный тир, где проходят в том числе подготовку не только наши студенты, будущие следователи, прокуроры, работники правоохранительных органов, но и сегодня это и действующие полицейские, это и представители различных спецструктур, не могу их сегодня в эфире называть, но тем не менее именно на базе нашего тира они такую спецподготовку проходят. Так вот, сегодняшний школьник имеет возможность на этом тире тоже ознакомиться с ним и пройти соответствующую подготовку. Ну, понятно, что это не будет подготовка многопланная, но тем не менее, какую-то базу, какой-то ознакомительный момент они пройдут и получат то, что они, наверное, захотят. Ну, у каждого, кто-то может хотеть работать в правоохранительных органах, кто-то хочет, например, поступить на факультет журналистики. Так вот, у нас как раз и для таких студентов, для таких абитурентов есть специализированные студии, где они также могут ознакомиться с тем, как работают телеканалы, как работают газеты, как работают радиостанции и так далее. И уже для себя на сегодняшнем этапе определиться, хочет ли он быть юристом, хочет ли быть он социологом, политологом, психологом, журналистом. И либо он хочет быть, ну, хакер слова нельзя сказать, ну, наверное, специалистом в сфере компьютеризации и кибербезопасности. Вот действует ли этот принцип лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? Вот насколько меняется мировоззрение и вообще представление об университете абитуриента после того, как он попадает в стены Национального университета Одесской юракадемии? На тысячу процентов меняется, потому что человек, как правило, 90% людей, которые приходят в стены нашего университета, они в будущем там и остаются. Во-первых, они видят, насколько у нас, ну, такая, знаете, большая сплоченная дружная семья, насколько у нас демократическое руководство, демократичное руководство. Не в каждом вузе руководство имеет такой контакт и такое легкое отношение со студентами, в том числе и с абитуриентами, которые приходят. Ну, такой, знаете, открытый, откровенный диалог. И если у нас возникают какие-то вопросы, то они всегда решаются. То есть, более того, у нас вуз, он такой, наверное, имеет социальную направленность. Почему? Потому что наибольшее количество студентов-сирот, да, не имеющих родителей, либо лишенных опеки, они учатся в стенах нашего университета. Получают отдельно, помимо стипендий, помимо социальных льгот, еще и президентскую стипендию, стипендию президента нашего университета, который лично, между прочим, каждый месяц с ними встречается и вручает такую стипендию. Он знает каждого студента такого лично. Более того, у нас особое внимание уделяется условиям проживания, да, это и общежития, это и комнаты. То есть, каждый родитель, отправляя своего сына или дочь в другой город, в другой университет, хочет знать, как он будет жить, как он будет питаться. Так вот, у нас вся эта цепочка налажена, ну, наверное, ну, ну, если не лучше всех, то это один из лучших вузов, который как раз заботится о том, как питается студент, как живет студент, как он вообще, как происходит его не только непосредственный, да, участок работы, где он учится в аудитории, но и досуг, но и спорт. У нас и центр культуры, у нас и центр олимпийского резерва, у нас и спортивная инфраструктура, у нас и соответствующие библиотеки, да, которые, ну, это и книжные библиотеки, это интерактивная библиотека. То есть, студент, в принципе, с утра, придя на пары, он может до позднего вечера находиться в стенах университета, ему не надо ходить, не надо ездить, там, на другие концы города и так далее. Все, что необходимо для развития, полноценного развития личности, есть в нашем университете. И это, ну, показатель яркий, почему? Потому что большинство наших студентов, они в будущем трудоустроены, большинство студентов зарекомендовали себя как суперспециалисты уже даже на ранней такой стадии обучения, да, то есть, почему? Потому что уже на четвертом, на пятом курсе, на шестом курсе, еще будучи студентами, многие из них уже работают в различных структурах, органах и организациях. Вы уже сказали о том, что ВУЗ готовит также IT-специалистов. Вот в новом учебном году за парты сели студенты нового факультета, который вот только открылся в Юрокадемии, это факультет кибербезопасности и информационных технологий. И за это время, вот, можно уже подвести итог и сказать, а был ли оправдан этот шаг, открытие нового факультета, очень такое смелое решение, да, для нестандартной, для юридической академии. Кто сегодня учится на этом факультете, какая у них база подготовки и, собственно, насколько востребованы уже сегодня эти специалисты? Знаете, прежде чем, ну, создавать этот факультет, эту идею, президент университета Сергей Алексеевич Кивалов провел ряд встреч у нас с руководством национальной полиции и с различными департаментами, организациями, органами. И когда было принято решение, прежде чем, ну, набрать специалистов, а это тоже немаловажный фактор, да, профессорско-преподавательский состав, специалисты, которые готовят студентов, была построена именно инфраструктурная база. То есть был сначала создан один IT-центр суперсовременный, затем был создан центр кибербезопасности и цифровых технологий, наполненный самой современной техникой. Они сделаны по ультрасовременному такому направлению. То есть каждый, кто попадает что в один, что в другой центр, он, конечно, шокирован. И сегодня, когда некоторые специалисты уже, которые сегодня работают в наших университетах, либо просто посещали университеты со знакомителями, они говорят, вы знаете, специализированные вузы не имеют такой материально-технической базы, как вы. Специалистов таких, которые готовят наши студенты, не каждый, извините, специализированный орган, который хочет поиметь такого специалиста, он его сегодня не имеет. И для того, чтобы их подготовить, в частности, например, киберполиция была сегодня, штат ее расширен почти в два или в три раза. Почему? Потому что это новое направление, это очень важное направление. Ну и тем более мы знаем, сколько атак было осуществлено, и в том числе и на наши государства, и на другие государства. Сегодня это одно из направлений, ну, знаете, наибольшего развития. Я думаю, что оно максимально стремительно будет развито. И для того, чтобы не смотреть в завтрашний день, мы уже смотрим руководство университета. И наши студенты, наши преподаватели смотрят на несколько шагов вперед. Например, если говорить о сегодняшнем развитии, то на базе именно нашего факультета будет проведен один из этапов по чемпионату Украины по киберспорту. У нас проходит зимний кубок по киберспорту, также не только среди студентов именно факультета кибербезопасности и цифровых технологий, но и вообще студентов нашего университета. То есть, привлекаются дополнительные специалисты. Более того, действует специальная программа, когда студент, грубо говоря, факультета гражданских хозяйственных юстиций имеет возможность параллельно учиться на этом факультете. То есть, приобретает сразу два образования. Юриста и специалиста в сфере кибербезопасности. Сегодня это наиболее востребовано. Ну, для сравнения, когда все наши университеты приезжал первый заместитель министра инфраструктуры, Лавренюк Игорь Федорович, он сказал, что мы только на сегодняшний момент создаем департамент кибербезопасности в структуре министерства инфраструктуры. И, ну, средний специалист получает, по-моему, 60 тысяч гривен зарплаты, руководитель подразделения около 300 тысяч зарплаты. Ну, то есть, по-моему, есть куда стремиться. И был заключен меморандум на подготовку специалистов именно в нашем факультете для того, чтобы, когда наши студенты получат соответствующий диплом, они уже были обеспечены рабочим местом. То есть, весь цикл, начиная с профессорско-преподавательского состава, с инфраструктурной базы подготовки и будущего рабочего места, ну, полностью обеспечен в нашем университете. По-моему, ну, не только никакой факультет, никакой университет не может похвастаться такой четкой цепочкой, таким четко налаженным процессом и такой подготовкой специалистов. Финальный этап этого процесса, вероятно, самый главный и самый важный, который беспокоит и будущих студентов, и их родителей, это, конечно же, трудоустройство. Вот, кроме направления IT-сферы, вот, какие еще заключены договора о сотрудничестве с профильными министерствами, ведомствами, органами местного самоуправления, которые касаются именно стажировок, трудоустройства студентов? Потому что сегодня, ну, вузы не заботятся об этом. Как правило, молодой специалист получил диплом и ушел в свободное плавание, а кем он будет работать? Ну, вуз уже отдал диплом и двери закрыты. Юрокадемия в этом отношении? Да, к сожалению, к сожалению, почему подчеркну, потому что, в принципе, в большинстве мировых вузов эта практика не действует. Почему? Потому что вуз готовит специалисты и сразу, ну, он не обязан, но он заботится о том, чтобы он обеспечен был рабочим местом. В Украине практически никакой вуз, ну, правильно вы говорите, ну, об этом не заморачивается, то есть он выдает диплом, а дальше уже там... 10 миллионов молодых людей уехали за рубеж. Да, они не знают, куда идти. Но как раз в нашем университете, слава богу, мы занимаем лидирующие позиции в этом плане, у нас почти 100% студентов трудоустроено. Каким образом? Ну, вот, например, в прошлый год он был ознаменован огромным количеством приезда, ну, руководителей Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, департаментов, Генеральной прокуратуры и так далее. В ближайшее время, буквально недавно, приезжал начальник Главного следственного управления Максим Цускуридзе, да, с которым был заключен договор на трудоустройство наших студентов в качестве следователей. До этого приезжало руководство Национальной полиции в целом, где мы заключали договор на трудоустройство около 300 студентов. Заключены договора и с Генеральной прокуратурой, и с Министерством юстиции. Вот буквально недавно проходило мероприятие совместно с Территориальным управлением юстиции, и руководитель подразделения Русал Владимирович Сауляк говорил, что около 70% действующего состава Территориального управления юстиции – это выпускники Национального университета Одесской юридической академии. Мы заключаем меморандумы с Территориальными управлениями юстиции, с судами, с различными организациями. Сегодня уже я говорил, повторюсь, что фактически четвертый, пятый, шестой курс, наши студенты, еще обучаясь в университете, уже имеют рабочее место. Другие, кто не работает на протяжении учебы, только он выпускается, фактически он также трудоустроен и уже имеет рабочее место. Мы проводим в течение года около четырех ярмарок вакансий, когда адвокатские объединения, нотариальные конторы, и просто органы и организации приезжают, их представители, имеют возможность собеседовать с нашим студентом, отбирают лучшим. И уже на этом этапе также идет процесс обмена информации между университетом, между студентом и между будущим работодателем. Это тоже процесс очень емкий, очень трудоемкий и очень нелегкий. Но, кстати, спасибо большое тому, что руководство нашего университета, оно переживает об этом, оно не хочет, чтобы наш университет, знаете, был какой-то проходящий или наш диплом, это была какая-то... Наш диплом – это гарантия будущего трудоустройства. Это я хочу особо подчеркнуть вот сегодня. Вот важно отметить, да, что сегодня настолько процесс трудоустройства, нужно проходить конкурс. Ведь не просто ты вот закончил ВУЗ, и с дипломом тебя сегодня уже берут. Эти знания нужно подтверждать на конкурсах. Вот насколько важно, чтобы ВУЗ готовил не просто вот, да, хорошие практические навыки, базы подготовки, но и теория, чтобы специалист мог, идя в то же территориальное управление юстицией, ведь 70% – это люди, которые прежде всего сдали конкурс, подтвердили свои знания. Ну, естественно, пошли конкурс, да. Ну, любая госслужба сегодня – это конкурс. Есть, конечно, для студентов университета по ряду позиций, в связи с тем, что у нас заключены договора, ну, есть льготные условия, конечно, безусловно, там, где наши студенты, они первые в очереди и так далее, но, безусловно, если нет багажа знаний, то есть, ну, никакой договор не подкрепит, да, ну, любой руководитель смотрит на что, какой специалист работает у него в организации. Если тысячу договоров мы заключим, но не обеспечим знания нашему студенту, ну, кому мы будем нужны? Естественно, что, заключая договор, мы также обязуемся подготовить высококлассного специалиста, и эти обязательства выполняем. Более того, знаете, качество университета чем подчеркивается? Ну, наверное, тем, что каждая вторая монография, каждый третий учебник выходит именно из стен Национального университета Одесской юридической академии. Я имею в виду по праву. У нас действует около пяти советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. То есть, что это значит? Что вы закончили университет, имеете возможность поступить в аспирантуру, защитить кандидатскую диссертацию, но если вы хотите дальше развиваться в сфере инуки, вы можете защитить докторскую диссертацию. По сути, вам не надо, опять же, ездить, смотреть другие университеты, какие-то узнавать условия. Обучаясь на базе Национального университета Одесской юридической академии, вы проходите полный цикл. У нас есть и колледж, который, слава богу, был сохранен. У нас есть даже в структуре университета профессиональные технические училища, которые практически по всей Украине были уничтожены. Но именно по инициативе Сергея Сергеевича Кивалова сегодня в нашей структуре действует около трех профессиональных технических училищ. Я вам скажу, что там наборы происходят практически как на любой другой востребованный факультет. И сегодня эти люди имеют возможность не только получить соответствующее образование, но и будущую профессию, что тоже немаловажно. И поэтому, имея, ну, вы знаете, вот такое, я же говорю, начиная с колледжа, заканчивая докторским советом, ну, лучше сертификата качества, наверное, мы не получим. Почему? Потому что наш университет сегодня готовит не просто специалист, готовит кандидатов и докторов различных наук, не только юридических. И это, ну, выше и лучше, я, наверное, не знаю, кто может это делать. И поэтому студенты имеют возможность не только получить практические навыки, но и продолжать реализовывать себя и в науке. И многие, кто защищается, многие, кто остается в стенах университета, потом преподают и потом учат студентов. Причем учат, ну, я думаю, что очень хорошо. Поэтому хотим обратиться к нашим абитуриентам и сказать, что могут приходить не только учащиеся 11-х классов, но и также и 8-й, 9-й класс, потому что в училище и в колледже можно поступать на базе 9-ти классов. Естественно, в ВУЗ едут за, зачем? За знаниями. Но вопрос условий проживания никто не отменял. Вы уже коснулись этой темы, но хотелось бы вот более подробно остановиться, потому что Юрокадемия славится тем, что приезжают поступать не только одесситы, но и абитуриенты со всех уголков Украины. Каждого родителя заботят, в каких условиях будет жить его ребенок. Когда мы слышим общежития, возникают разные совершенно ассоциации, не в случае Юрокадемии, потому что в этом отношении созданы не просто, наверное, общежития, их называют сегодня студенческие гостиницы. Вот пошли еще дальше. Проект «Зеленый университет». Расскажите вот более подробно, он работает уже полгода, насколько он энергоэффективен и насколько он себя вот зарекомендовал на сегодняшний день? Вы знаете, конечно, это немаловажный фактор. Почему? Потому что я уже действительно говорил о том, что быт, где ты живешь, в каких условиях ты проживаешь, в том числе сказывается и на том, как ты учишься. Когда ты приходишь домой, а тебе на голову что-то падает, или ты замерзаешь, или еще что-то, ну, наверное, твой уровень обучения не будет столь эффективен. А когда ты приходишь в комфортные условия, ты понимаешь, что тебе всего лишь надо прийти домой, ты будешь спокойно себе заниматься, спокойно учиться. Конечно, это тоже влияет и на учебный процесс в том числе. Слава Богу, этому в нашем университете уделено, ну, практически колоссальное внимание. И мы первый, я подчеркну, первый вуз в Украине, я не могу сказать за Европу, но думаю, что один из первых вузов в Европе, который реализовал именно программу энергоэффективности. В чем она заключается? В том, что практически на всех общежитиях Национального университета Одесской юридической академии были поставлены солнечные коллектора, и сегодня студенты имеют круглый год возможность получать горячую воду, соответственно, и отопление, не подключаясь к центральному отоплению города. Почему? Потому что подача идет тепла, ну, мы знаем, что в различные периоды, там, по своим схемам и так далее. А у нас горячая вода круглый год. У нас студенты находятся в теплых общежитиях, комфортных условиях. И эта программа настолько впечатлила, ну, понятно, что получила очень большой резонанс в СМИ, так приезжала специальная комиссия Евросоюза, которая проверяла действенность, ну, этой программы для того, чтобы внедрить ее в европейских вузах. К нам приезжала ассоциация молодых студентов тоже, которые отвечают за это, хотят внедрять эту программу в университетах. Городская власть, открывая одно из таких общежитий, была тоже шокирована, хочет такую же программу реализовывать в детских садах и школах. Ну, то есть, базис положен, ну, очень основательный такой, который сегодня является настоящим примером для того, чтобы реализовывать его уже дальше и в Украине, ну, и, как я уже подчеркнул, в Европе. Структурное подразделение Юрокадемии размещено еще в многих городах Украины. Вот будет ли этот проект распространяться и на эти города? Да, то есть, станет ли он всеукраинским, приобретет ли такой масштаб? Ну, безусловно, потому что структура нашего университета, она действительно колоссальная. Во-первых, хочется сказать, что около 90% студентов нашего университета – это не одесситы, это именно приезжие студенты из различных областей. И практически, ну, знаете, показательно, когда из города Киева поступает около 200 студентов в год. Не именно не в Киеве, а именно в Одессе. Но для того, чтобы, знаете, так, сделать такую, наверное, более эффективную систему, что многие, ну, мы понимаем, что сегодня наше государство переживает не лучшие времена, и многим родителям просто дорого послать своих детей в другие университеты. Именно в Национальном университете Одессской юридической академии, во-первых, созданы филиалы в таких городах, как Черновцы, Черкасса, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Киев, Николаев. И сегодня жители близлежащих областей, они могут приезжать именно туда. Более того, у нас действует проект академической мобильности. То есть, поступив, например, в Киевский институт интеллектуальной собственности и права, вы можете перевестись в Одессу, точно так же Одессит может перевестись в Киев. И эта программа действует, эта программа очень эффективна. Более того, в течение года целыми группами студенты обмениваются опытом, приезжая в те или иные города. Знаете, ну, во-первых, они знакомятся с культурой другого города. Во-вторых, они смотрят, как преподается в филиале, как эти преподаватели преподадут, как эти. И это очень важно, это такой обмен информацией, обмен опытом, ну, который зарекомендовал себя очень хорошо. И, конечно же, я думаю, что он будет развиваться дальше. Дай бог, всем нам, не только университету, но и стране развития, будет развитие, я думаю, что и Национальный университет Одессской юридической академии будет только расширяться. Валентин Андреевич, вот, несмотря на то, что День открытых дверей официально наступит 16 ноября, ну, кажется, что двери юрокадемии, они открыты абсолютно всегда. И не так давно ВУЗ посетила целая делегация школьников из города Борислава, это Львовская область. Совпала она сразу же с визитом двух иностранных лекторов. Вот расскажите о международном сотрудничестве, о том, насколько это сегодня привлекает школьников, о том, какие программы существуют, куда они выезжают учиться, вот не ограничиваясь только мобильностью академической внутри страны. Ну, у нас каждый месяц минимум два лектора иностранных приезжает с различных стран, и стран Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки. И вот вы сейчас сказали, у нас лекции читает профессор из Израиля, одна из ведущих профессоров по психологии, а также профессор Колумбийского университета США, действующий адвокат, который специализируется как раз на теме импичмента. И, ну, профессор, я подчеркну, Колумбийского университета, один из ведущих вузов США. И сегодня этот профессор читает лекции студентам национального университета Одесской юридической академии. И они, ну, представьте, какой опыт и знания они получают. И эта система у нас действует уже около 12 лет, система не только лекций иностранных профессоров, а система лекций английских, ну, лекций на английском, немецком, французском, испанском, итальянском, русском, украинском языках, да, то есть такая, ну, мобильность языковая уже внутри университета. В том числе наши студенты, получая, ну, соответствующие знания, соответствующие знания различных иностранных языков, они имеют возможность выезжать за границу. Это и двойные дипломы с различными вузами в Швейцарии, США, Англии. Они имеют возможность получать там стажировку. Я подчеркну не только студенты, но и преподаватели. Вот один из наших преподавателей, Слав Дронов, он сейчас проходит полугодичную стажировку в Румынии, в различных университетах. И вот вчера в Ясах был подписан меморандум, тоже взаимном сотрудничестве, Национальный университет Одесской юридической академии и Яского румынского университета, в том числе по обмену опытом студентами, по двойным дипломам, по различным программам. И сегодня студенты, обучаясь в Национальном университете Одесской юридической академии, могут получать диплом ведущих европейских и мировых вузов. Более того, если, например, нет возможности поехать, ну и не каждый студент может поехать, ну хотя у нас только в этом году, по-моему, полторы тысячи студентов и преподавателей выехало и получило дополнительное образование в лучших ведущих иностранных вузов. Но еще раз подчеркну, это и возможность получать такие знания здесь, потому что большинство суперкрутых преподавателей приезжают именно сюда. Но если к ним приезжал действующий на тот момент адвокат президента США Обамы, Барака Обамы, который тоже читал лекции для студентов нашего университета. И вот вы сказали, что не только, конечно, день открытых дверей это особое мероприятие, но в случае, ну абсолютно, знаете, как приехали эти студенты со Львова? Они просто написали, с Борислава, они просто написали на e-mail, что вот мы хотим, мы знаем ваш вуз, он настолько яркий, настолько известный, мы просто хотим приехать и ознакомиться с ним. Это было около двух групп, там, по-моему, 20 или 30 человек. Пожалуйста, им ответили в любой момент, они приехали, встретились с руководством университета, пошли, ознакомились с вузом, получили возможность проживания на базе нашего университета и с прекрасным, замечательным настроением, я уверен, с желанием дальнейшего поступления в наш университет, они поехали к себе домой дальше говорить и творить славу нашему прекрасному университету. И так давно даже первый президент независимой Украины посещал вуз и сказал, что в международном сообществе я слышал очень часто об Одесской юрокадемии, это тоже о многом говорит. И он не просто посещал нас вуз, а он приехал и имел честь, ну это честь для университета, и я уверен, что это честь и для первого нашего президента нашей страны, Леонида Макаровича Кравчука. Он стал почетным доктором Хонориус Каус, Национальный университет Одесской юридической академии. И это очень прекрасное, значимое, прекрасное событие. Первый президент Украины с вузом, который был создан именно в момент независимости Украины, я подчеркну, потому что многие вузы имеют какой-то там базис, там дальнейший, знаете, там, получил свою инфраструктуру, даже не смог удержать то, что есть. А то, что есть в Национальном университете Одесской юридической академии, я имею в виду инфраструктуру, базу, или это было просто сгоревшее здание. Сегодня было создано именно за время независимости, то есть расцвета университета. Что касается истории, история, она тоже великая. Почему? Потому что весь тот научно-практический потенциал, состав студентов и преподавателей, который был на тот момент в Детской государственной юридической академии и до этого в университете Мечникова, перешел и, согласно постановлению Кабинета Министра, именно наш университет является правоприемником, реальным правоприемником Ришельского лицея, Новороссийского университета и так далее. То есть историю мы имеем колоссальную, я имею в виду, если говорить о профессорско-преподавательском составе, а именно инфраструктурную базу, новейшую, новейшую базу в новейшей истории Украины. Ну, не каждый УЗ может этим похвастаться сегодня. Я вас благодарю за такую содержательную беседу. Еще очень много вопросов осталось за эфиром, но это будет темой наших следующих встреч, уверены, встретимся в этой студии еще не раз. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, доцент, глава первичной профсоюзной организации Одесской юридической академии Федоров Валентин Андреевич. Говорили мы о Дне открытых дверей в Национальном университете Одесской юридической академии, о которой состоится 16 ноября по адресу улица Академическая, 2, в 11.00. Приглашаются абсолютно все желающие. До новых встреч на телеканале Репортер.